Друзья, всем привет! Мы находимся в Тушино, время практически 19.30, сейчас заканчивается тренировка 2002-2003 года рождения. И хотелось бы продемонстрировать вам те условия, в которых сейчас тренируются два наших старших возраста, и взять интервью у наших новых футболистов Владислав Сергеев, который к нам приехал из Екатеринбурга 2003 года рождения, и Станислав Фир, который приехал к нам из Краснодара. Здесь пять полей. Первое прошли, второе. Это живое. Как-то так оно выглядит. А выглядит оно, я скажу, идеально. Это живая трава, травинка к травинке. Полили его, и выглядит просто шикарно. Надо только понять, кто здесь будет еще играть, кроме нас. Ну и то поле, на котором непосредственно проходят тренировки сейчас у ребят, оно искусственное. Насколько мне сказали, это одно из последних поколений. Высокая трава, засыпано все крошкой. Дамы и господа, Кирилл Данилин, футболист-профессионал. Все такой кислый. Нормальный. Кирилл, ты как футболист-профессионал, как оцениваешь эти условия? Футбольное поле, раздевалку, тренажерный зал есть. И как ты считаешь, условия влияют на результат и твои действия в игре? Условия очень влияют. Все же приятнее тренироваться на таком поле и хочется больше отдаваться, так скажем. Что еще хочешь сказать? Ну, в принципе, сама база по себе очень хорошая. То есть все есть доступные, так скажем, условия, чтобы стать профессионалом. Дамы и господа, новичок футбольного клуба «Родина» Станислав Фир, который из самого Краснодара к нам пожаловал. Стас, ну, такой стандартный вопрос для всех новичков. Что тебя удивило в нашем клубе и как ты здесь оказался? Ну, оказался я тут, потому что где-то года полтора, наверное, я не играл в Краснодаре, вообще не получал никакой игровой практики. И поэтому решил уйти. Ну, как бы мне сказали родители, можно уйти в одиннадцатый класс, но я решил уйти, потому что зачем время терять? И все, что меня удивило, так это то, что я не привык, как бы, от Краснодара. Ну, еще не привык в Москве, потому что здесь условия совсем другие. И жил я там на базе ихней, все делали из-за меня, считай. И все, а здесь у меня прям самостоятельная жизнь, это удивило. В плане тренировочного процесса, либо, может быть, в плане подхода футбольного клуба «Родина» к делу, что тебя удивило в этом плане? В Краснодаре у меня было две тренировки в день, каждый день у меня были они. Здесь одна тренировка в день, как бы, я не прям так сильно, можно сказать, устаю, потому что привык уже к Краснодару. Поэтому, и тоже, еще одно удивило, то, что перед игрой, задний день для игры у нас выходной. Обычно в Краснодаре у нас подогревает тренировка, ну, одна, и все, а в насыщение игры. Александр Владимирович в Наполе побывал, поэтому у него теперь своя методика. Что такого сверхъестественного есть в футбольном клубе «Краснодар», почему все в восторге от этой академии? Хорошая база, хорошее питание. Там хорошие условия для жизни, это, во-первых, ты ни в чем не нуждаешься. Там все находится близко, компактно, то есть вышло с коттеджа, у тебя школа в пяти минутах, даже в двух минутах. Поле тоже, ну, все в доступности близкой. Как, ты можешь вообще оценить условно-дренировочный процесс в родине и в Краснодаре, насколько он отличается друг от друга? Ну, чем отличается здесь, отсюда? Да, да, и в Краснодаре. Ну, в Краснодаре там больше нагрузки как бы делают. Там есть часто, почти, ну, каждую неделю, два раза в день, ой, два раза в неделю, эти, скоростные силовые тренировки. Прям мощные такие, у них прям устаешь. То есть утром тренировка, ты устаешь, и вечером еще, и так каждый день. Ну, бывает там в четверг одна тренировка, и все. Ну, если ты устаешь, то должно быть должное восстановление? Ну, да, после тренировки часто мы ходим в бассейн, и ледяные бочки нам делают. Ну, то есть мы стоим там по 10 минут, ну, то, сколько сможет. Такой массаж, какие процедуры, что тебе надо. Приходишь в медцентр, говоришь, что у тебя болит, что тебя беспокоит, тебя все делают. Так, дамы и господа, второй наш новичок, только Санислав Фера, это 2002 год рождения, Владислав Сергей, 2003, который, если не ошибаюсь, из Екатеринбурга приехал. Да. Влад, стандартный вопрос, как и Стасу. Во-первых, как ты здесь оказался, и что тебя удивило в нашем клубе, в нашей академии? Оказался я тут, я был на посмотре в Спартаке, и потом, когда были игры у Спартака, меня позвал клуб Родина играть игру с Ростовом, и я там отыграл весь матч. И, в принципе, мной были довольны, и сразу хотели позвать меня, чтобы я приезжал уже все в расположение клуба и играл за вас. Но я не переехал, потому что у меня были экзамены, и там свои личные причины. А потом уже летом меня позвали еще раз, я приехал на тренировку, и меня сразу взяли. Вот так вот приезжали. Ты говоришь, что ты был в Спартаке, что не сложилось там? Я был там неделю, и я там за эту неделю потренировался два раза всего лишь. Потому что не знаю, там были какие-то проблемы с тренировками. Ну и, в общем, не впечатлили, видимо, тренировки, эти две тренировки, вот и все. Я считаю, это единственная причина. Что тебя удивило в футбольном клубе Родина в плане методов работы? Может быть, тренерский процесс? Мне очень понравился тренер, он очень требовательный. Я уверен, если я буду выкладываться на тренировках, я вырасту как футболист профессиональный. Благодаря нашему тренеру я очень его уважаю и уважаю его решение. Что касается нашего клуба ПФЛ, ты следишь за ним? Да, я следую за ним, да. На каком месте сейчас? Что-ли там в середине, на седьмом, что ли. Ну, я тебя видел на игре, да, поэтому ты говоришь правду, не говоришь. А в Екатеринбурге ты в Урале был? Да, в Урале в юности я играл. Ну, и там юность, это местная команда. И последний вопрос сейчас я отпущу. Как тебе условия, как тебе футбольное поле здесь, тренажерный зал? Нравится? Ну, условия, да, все отлично, поле отличное, качество. Ну, тренажерном зале еще не были, но я уверен, там будем. И я уверен, оно тоже отлично. Спасибо, Влад, тебе удачи.